Приветствую вас, Александр. Смотрите, построить крепкую, счастливую семью, в общем и целом можно, даже нужно, но для этого, как бы не парадоксально это звучало, для этого нужно не хотеть саму семью, то есть нет ничего плохого в том, чтобы реализовывать те желания, которые стоят у вас за потребностью создать семью, например, это хорошо, что у нас есть, ну, какие-то желания, какие-то потребности. Вот. Но, значит, совсем не есть хорошо то, что вы хотите именно семью. Вот. То есть, семья вам, она, скорее всего, для чего-то нужна. Вот. Знаете, такая история. И вопрос заключается в том, на самом деле, для чего вам семья? То есть, почему вы так сильно озабочены тем, чтобы построить именно её семью? Вот. Вот это, мне кажется, нужно выяснить. Потому что момент, момент это, ну, такой, достаточно важный. Вот. В остальном, в остальном, чтобы построить крепкую и счастливую семью, нужно самому быть крепким и счастливым. А, как поборовать свои страхи и стать увереннее в себе и в своих силах? В печи девы. Значит, смотрите. Свои страхи поборовать не нужно. А, вообще. Совсем. А, я бы сказал. Ну, что наоборот. А, надо посмотреть, что стоит за ними, за страхами вашими. То есть, что за ними находится, какие за ними потребности есть, какие за ними есть желания, какие за ними кроется противоречия и так далее. Вот это, что вам нужно сделать. Потому что страх, как правило, это то, чего вы хотели бы сами для себя, да? То есть, страх, это, как правило, то, что вы хотите, но то, что запрещают себе. Ну, механизм страха, в общем, нужно разбирать. Это указывает индивидуально здесь. Дальше. Значит, увереннее в себе и в своих силах. Момент здесь такой, что уверенность в себе и в своих силах проявляется, как правило, именно в обратной связи. Ну, обратная связь в ответ на вашу деятельность. Понимаете, да, надеюсь, о чем идет речь? То есть, вот, то, что вы сами делаете, то, что вы сами реализуете, то, что вы сами предпринимаете, ну, по той или иной причине и так далее. Вот. В. В соответствии с вашими, значит, ценностями, в соответствии с вашими, ну, в соответствии с вашими нуждами. Да? Вот. Вот. А вот, собственно, и нужно в данном случае что-то делать. Предпринимать. Вот. То есть, чтобы быть увереннее в себе, нужно действовать именно так. В соответствии со своими ценностями, в соответствии со своими желаниями и так далее. Вот. Ну, естественно, надо бы понять для начала, что именно вам важно для начала. Да? Вот. То есть, ну, какие у вас идеалы, какие у вас ценности и так далее, и так далее, и так далее. Это что касается сил, может, ну, ваших. А то, что касается уверенности именно в себе, да? То есть, вот, то, что касается именно, именно, вот, личности, то здесь история такая, что нужно впервые определить конфликт. Какой он у вас? Конфликт. То есть, если вы не уверены в себе, значит, что-то вы в себе подавляете, что-то борется в вас, ну, с другим эго-состоянием. Вот. То есть, тут опять же нужно разбираться. Примерно 6 месяцев назад познакомился с девочкой ей 29. Мы оба в разводе, у нее есть сын от первого брака, ему 7 лет. Александр, вы дальше пишите, что вы развелись, значит, так, вы развелись, значит, но не написали, почему вы развелись, да? То есть, вот, причины развода вы не написали. Это первое. Второе, значит, вы пишите, что после двух месяцев общения решили пожениться и жить вместе. Ну, надо сказать, что два месяца это маловато. Очень здорово напоминает спешку. То есть, знаете, кино, как будто вы спешите. Вот, очень сильно напоминает. Дальше. Так, на тот момент я подтвердил, что это мой человек и влюбился. Здесь тоже, надо сказать, довольно интересная идет постановка вопроса. То есть, вы почувствовали, что человек ваш и только после этого влюбились, получается. То есть, вы влюбились потому, что человек ваш. Ну, вот так бы он, получается. А если бы человек вашим не был, то, наверное, вы бы не влюбились? Получается так? Или как? То есть, вот, что вы понимаете под мой человек? То есть, что вы вкладываете в это понятие ваш человек? Какой он ваш человек, понимаете? Каким значением вы выполняете? Это понятно. Всё было хорошо до того момента, как во мне что-то изменилось, я начал грустить. Ну, с этого момента нужно поподробнее, что именно у вас изменилось, почему вы начали грустить. Ну, это же всё не просто так, да, началось. Вы же, наверное, знаете о том, что с вами произошло. То есть, ну, по какой причине вы, собственно, грустить-грустить начали. Вот. Ибо я не верю, я не верю в то, что вы не знаете из-за чего так. Происходят. То есть, я не верю в то, что вы не отдаёте себе отсчёт или отсчёта в том, по какой причине вы грустили. Вот. Мне кажется, что это важный момент, на самом деле. Ну, для вас. Вот. Дальше вы пишите, что закрылись, да, то есть вы пишите, что девочка стала замечать, что что-то не так со мной, пыталась поговорить, но я говорил, что всё нормально. То есть вы, опять же, да, получается, здесь были с девочкой свои нечестны. Вопрос. Почему? То есть, чего-то вы, например, боялись, да? Или девочки, например, вы, ну, допустим, не доверяли. Понимаете? То есть всё вот это, всё вот это нужно разбирать на самом деле. Потому что моменты-то важные, моменты важные. Вот. То вы грустите непонятно из-за чего, да? Что вы, девочки, значит, своей не говорите о том, что с вами происходит. Хотя, вроде как она тот человек, который, ну, который вам, ну, который вам по душе, например, да? Или что-то в этом роде. Ну, вот. То есть, история, конечно, ну, довольно-таки неоднозначна. Вот. И мне кажется, что она, эта история нуждается в том, чтобы вы её раскрыли поподробнее. Как минимум. А насколько вы доверяете себе, насколько вы вообще позволяете своим чувствам проявляться? Зажимаете ли вы как-то свои чувства, например? Или нет? А если зажимаете, да, то как вы зажимаете свои чувства? То есть, на каком основании вы это делаете? Вот. А можно говорить о том, в принципе, можно говорить о том, на каких условиях вы выстраиваете отношения вообще. Что-то так касается и вашей первой жены, с которой у вас тоже отношения не сложили. И вот эта девушка. То есть, это всё, мне кажется, нужно исследовать, потому что, ну, здесь у вас есть какие-то порводные камни. Вот. Я, конечно, не знаю какие, да, не знаю, ну, безусловно, не знаю, какие именно камни у вас порводные. Но то, что камни, то, что камни есть, это очевидно, порводные. Того, что вот вы пишете. Может быть, вы начали чего-то бояться, например. Может быть, вы, значит, опасались, что ситуация повторится. Или что-то ещё. Я имею в виду с вашей девушкой. Вот. То есть, всё это, вот всё это нужно, ну, нужно исследовать. Опять же, влюбился, да, влюбился, это не люблю. Как, как не, ну, как не парадоксально это звучит. Влюбился, это не люблю. Влюбился, это значит хочу. Хочу быть человеком. Например. Ну, хочу чтобы что. Хочу для чего. Вот это, мне кажется, очень важно. Очень важный этот момент для понимания. Дальше. Так. За день, когда мы должны были записаться, я сам не знаю, это у меня начало, но в момент разговора, случайно, эээ, зашёл разговор о женитьбе, и она поняла, что я не хочу жениться. Как она поняла, как зашёл разговор? Что именно она поняла? А после этого всё начало рушиться, пишите вы. Что именно? А вот, ну, конкретно. Что начало рушиться? То есть, ну, вы всегда могли измениться, вы всегда могли объясниться, вы всегда могли, значит, донести до неё, что вы хотели, ну, действительно сказать и так далее. Понимаете? То есть, здесь вот опять же ваша позиция. Получается, что никакого кредита доверия между, точнее даже не между, а никакого кредита доверия у неё к вам не было. То есть, стоило вам допустить одну ошибку, да, ну, как-то вот себя повести, ну, не совсем, скажем так, корректно. И всё, и тут же начало всё рушиться. Но отношения ведь строят несколько человек. Два человека, не один. И мне кажется, что как-то вот слишком в одну сторону всё это начало развиваться. Вот. Знаете, какая ссора. Дальше. Жили мы отдельно от родителей в собственной квартире втроём. Хорошо. А чья квартира была? Опять же. С её сыном у меня хорошие и дружеские отношения. Знаю, что поступил подло и предал её. Да нет, вообще-то вы не поступили подло и вы не предали её, потому что ничего плохого вы не сделали. Или с каких-то пор, с каких-то пор женитьба, да, женитьба стала чем-то обязательным. Вот. Ну, обычно при каких-то серьёзных, серьёзных, значит, событиях человек действительно может испытывать страх, действительно испытывать какую-то слабость. Ну, в принципе, обычно в это время женщина, если, ну, она вот любит, да, насчёт человека, она обычно поддерживает его. А у вас здесь какая-то странная история. Получилось, что девочка как будто, знаете, ну, как будто оставила вас наедине вот со своими проблемами. То есть восприняла на свой счёт, что говорит о том, что она не так, чтобы очень в себе уверены. Вот. То есть у неё, возможно, тоже есть проблемы какие-то. Вот. Понимаете? То есть вот мне кажется, что вот так нужно ситуацию рассматривать. то есть я понимаю, если бы, если бы вы, ну, действительно там, другой бы начали встречаться, общаться, взаимодействовать. Вот. Это я, это я, это я бы понял. Но. То, что, то, что вы сделали, не знаю, что в этом подлого. Она это восприняла так? Да, возможно. Но. Звучит это так, что ты должен был на мне жениться, либо ты женишь на мне, либо всё. Вот. Исходя из этого, да, давайте подумаем, значит, на чём основано, на чём основано ваше значение семьи. То есть, ну, грубо говоря, как вы понимаете семью? Вот. Грубо говоря. Как вот вы её воспринимаете? Семью. А что она для вас значит? Скажем так. Вот. Ответьте себе на эти вопросы. Что значит семья, например, для неё, для девушки вашей. Вот. Особенность ведёт на то, что знакомы вы всего два месяца. Ну, то есть не два месяца, вот вы говорите, что у вас здесь тоже странно, да, что вы шесть месяцев назад познакомились, после двух месяцев общения решили пожениться и жить вместе. Вот. То есть, возможно, вы слишком долго шли к свадьбе, возможно. Настолько долго шли и настолько много вкладывали, что в это, что когда это наступило испугались, что после этого мечтать уже больше будет не о чем. Вот. Ну, опять же, опять же, понимаете, история-то она такая, что если вы наделяете, наделяете, значит, человека какими-то потребностями, да, во имя, то это скорее говорит о том, чего хотите вы. Вот. Понимаете? А не о том, чего, не о том, как вы, ну, выстраиваете взаимоотношения. Понимаете? Понимаете? В чем дело. Вот. То есть, вопрос, вопрос здесь, и именно такой, что я хочу или хотел от, ну, от девочки. Каким значением, да, каким значением я наделял, значит, ну, взаимодействие с ней и семью. Да, дальше. А, идем. Так. А, меня будто одолел страх перед семейной жизнью, появились сомнения, мой ли человек или нет. Правильно, потому что слишком много внимания вы уделяете именно тому, ваш ли человек или нет. То есть, слишком много внимания уделяете именно этому. Понимаете? Вот. Слишком много внимания. То есть, по факту, по факту вы спешили, вы, по факту вы торопились. Вот. А, слишком сильно, вот, ну, возможно, да, слишком сильно торопились жениться. Вот. И здесь нужно определить, значит, ну, почему вам это было так важно. Вот. Так нужно. Понимаете? И я думаю, я думаю, я думаю, что страх семейной жизни пришел к вам не просто. Желания ваши есть, желания какие-то, ну, у вас, какие-то желания есть, да? А реализуете их вы, ну, не сказать, чтобы совсем, ну, правильно. Понимаете? Конечно, да. Вот. Поэтому и страх. Возникает у вас как раз таки. Понимаете? Вот. Свои желания, свои желания вы реализуете, ну, очень узко, как мне кажется. Вот. Я бы сказал, что, возможно, даже, а, чересчур узко. То есть, вот хотите вы, ну, грубо говоря, только семью. То есть, вам нужна семья. Столько. Вот. Как я понял. Конечно. А желания, желания-то они на самом деле, а, шире гораздо. Вот. А, ваш. А, ваш. Ну, пока что, пока что, отсчета себе в этом вы, вероятно, не отдает. А, дальше идем. Значит, у меня, так. А, насчет детей я о своих не думал, а желал воспитывать, как, понятия не имею. Ну, то есть, у вас здесь есть, а, страх не оправдать, а, надежд. А, страх не оправдать ожиданий. Вот. Вопрос, конечно, а, такой, чьих, то есть, чьих ожиданий вы боитесь не оправдать. Вот. Вопрос. По факту. Вот. Дальше. А, так. Всегда мысли были, что не смогу обеспечить свою семью, хотя я неплохо зарабатываю. Откуда такие мысли? Своего собственного жилья нет, но планирую купить в ближайший год. А вы думаете, что дело в деньгах и в жилье, в контексте семьи? А теперь, когда потерял ее, сильно скучаю, прошло уже два месяца после того, как я собрал вещи и уехал в родительский дом. А почему вы уехали в родительский дом? Из-за чего вы уехали в родительский дом? Из-за чего вы уехали в родительский дом? Из-за чего вы уехали в родительский дом? не было конфликта, просто минутная слабость, и все. Странно, вот понимаете, странно довольно-довольно. Дальше, сам я был женат после года совместной жизни, развелись, после развода изменил свою жизнь, сам сильно изменился, занялся саморазвитем и строить карьеру. Ну, я не знаю, насколько вы сильно изменились, но исходя из того, что вы пишете, да, исходя из того, что вы описали, я могу, ну, только лишь предположить, я могу только лишь предположить, что не так уж сильно вы изменились на самом деле. Потому что, ну вот, страхи появились у вас, значит, негатив какой-то появился у вас, болезненность, появилась у вас, и, собственно говоря, вряд ли можно говорить в таком случае о том, что вы изменились. Да и нельзя измениться без работы над собой, с психологом. Саморазвитие и карьера – это немножко не то. После развода в течение 4-х лет серьезных отношений не было, но когда я ее встретил, был на 100% уверенен, что хочу быть с ней. Знаете, я хочу быть с ней, чтобы что? Хочу быть с ней – это ваше желание. Ну, не ориентация на нее. Мы никогда сильно не ругались, так как я не конфликтный человек и способен спокойно обсудить любые проблемы. Ну, может быть, это и плохо. Потому что вы не выражаете своих чувств, то есть вы не показываете ей свои чувства, а она, как бунтарка, да, она хочет, ей нужно, чтобы были эмоции, чтобы были, чтобы были, значит, ну, чтобы была какая-то страх, вот. Ваше спокойствие, возможно, тоже ее как-то не устраивало. Вот. Ага. То есть, если бы вы ругались, то, может быть, может быть, было бы и лучше. в плане искренности. У меня вообще есть сомнения по поводу того, насколько вы, именно вы, насколько с ней были искренними. Так, значит, она немного мунтарка, друг на друга не оскорбляли, но она сильно обиделась, наверное, ненавидит меня. Вы даже не знаете. Вот как это произошло? Она узнала, что вы не хотите на ней женить, причем именно не хотите. То есть, не сомневайтесь, не боитесь, а именно не хотите. Причем-то вы пишите, что боитесь. Она узнала, и вы ушли. Я очень сильно запутался и знаю, что сам не справлюсь. Запутались в чем? В своих желаниях. Пропал интерес к жизни, если бы не моя работа, с ума бы сошел. Постоянные негативные мысли в голове. Прочу помочь. Ну, негативные мысли у вас в голове несколько напоминают навязчивые мысли. то есть, то, чего я хочу. Как бы. Как бы. То есть, я хочу, там, например, например, чего-то, но я себе это запрещаю. Вот. И, соответственно, значит, если я себе это запрещаю, то, ну, о чем может вообще, вообще идти, идти речь? тогда. А вот. Понимаете? То есть, сперва нужно, все-таки, преследовать это. То есть, для меня остается загадкой, немножечко, так, что вы даже не попытались, а, ситуацию, как-то, а, ну, исправить, как-то, объясниться, вот, с ней. Вот. Но, мне кажется, это тоже связано с вашей неуверенностью в себе, с незнанием того, чего вы хотите. И, возможно, с не самостоятельным восприятием девушки. То есть, она для вас, это как вот, как способ, ну, способ реализовать свои какие-то желания. А не для нее что-то, что-то сделать. Понимаете? Вот. Прочу помочь. В чем, Александр, в чем помочь вам? Сейчас вы встретитесь с ней, объясните все, поговорите, я уверен, что она не вас не ненавидит, ненавидеть вас не за что. Вот. Ну и больше, более откровенно будьте. Если не можете, то мы вам поможем в этом. Принять свои чувства, делиться, раскрываться, анализировать, говорить. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.